Всех приветствую, мои дорогие! Прошло чуть больше 9 месяцев с того момента, как я начала свой люксовый Project Pen. И сначала я планировала, что буду снимать промежуточные результаты каждые 3 месяца. Но так как косметики очень мало у меня в проекте, то я потом решила, что будет интереснее все-таки уже показать итоговые результаты спустя 9 месяцев. И я буду вставлять фотографии, как косметика выглядела на начало проекта. И также в инфобоксе под роликом оставлю ссылку на первый ролик. И давайте начнем с вами со срез для губ. Помада Герлен. Я думаю, вы видите уже на картинке, что уже на начало проекта ее было немного. И я ее полностью использовала. Мне помада нравилась. Нравилась она мне больше, конечно, из-за дизайна упаковки. Также здесь был красивый оттенок. И я упаковку, конечно же, оставлю. И, скорее всего, потом, возможно, какие-то остатки других помад попробую сюда как-то переплавить. Дальше у нас идет бальзам от Герлен. Его тоже на начало проекта было совсем немного. И также я его полностью использовала. Как вы видите, даже вот все с помощью кисти постаралась извлечь. Бальзам мне нравился. Хочу сказать, что я прям, знаете, вот чего-то особенного не заметила в люксовых средствах для губ, чтобы как-то вот их прям выделить для себя. Мне здесь больше всего нравятся упаковки. И это у меня тоже получается пустышка. Дальше мы с вами посмотрим на помаду от Марка Джейкобса. Этой помады было побольше на начало проекта. Но это один из моих, можно так сказать, таких любимых ходовых оттенков. Поэтому я ей достаточно часто пользовалась. Здесь номера я не показываю, ну, потому что уже, мне кажется, таких нет помад. И здесь тоже, как вы видите, я все полностью использовала. Я еще буду с помощью кисти остаточки извлекать. Но, как бы, официально это уже пустышка. И в этом проекте, и потом вы это все видите в пустышках декоративки за год. Оттенки уже не показываю, потому что не приготовила кисть. Не хочу сейчас выковыривать вот что-то на руку из закончившихся средств наносить. Опять-таки, хорошая, приятная, добротная упаковка на магните. Единственное, немножко она такая пошарпанная, потому что у меня эта помада какое-то время жила в сумке, скажем так. Следующее, что я вам хочу показать, это миниатюрка от Givenchy. Она мне по какой-то акции в подарок приходила. Здесь изначально небольшой объем. И, как вы видите, я здесь тоже буду потом с помощью кисти остаточки выковыривать. Но, опять-таки, официально это пустышка. Очень красивый оттенок. И, конечно, хочу полностью доиспользовать. Ну, в целом, заметила, что люксовые помады, они как будто бы более экономичные, что ли. Мне кажется, они у меня медленно заканчивались. Даже те, где вот изначально немножко было. И если бы не люксовый Project Pen, а я больше все-таки упор на эти средства для губ делала, мне кажется, у меня бы намного больше закончилось бюджетных срезов для губ из тех, что я отношу к разряду до бивашек. Так, это у меня тоже получается пустышка. Дальше хочу вам показать блеск от Estee Lauder, который был у меня в чемоданчике. И тоже он у меня закончился. Вот его, мне кажется, я особенно долго использовала. Вот, знаете, когда уже казалось, что там практически ничего не осталось, все равно продолжала я что-то извлекать. Красивый блеск был, опять-таки. Лично я вот не заметила, знаете, не по ощущениям на губах, что вот как-то вот эти люксовые средства сильно отличались от бюджетных средств. Но я не говорю про какие-то, да, неудачные выпуски, какие-то, может, провальные линейки. Я говорю про хорошие бюджетные средства, вот, которые, скажем так, удались. И, ну, упаковка здесь, мне кажется, тут даже немножко упаковка так облезла. Так оттенок был красивый. Знаете, серии «Ваши губы» только лучше. Единственное, у меня на губах ни этот блеск, ни бальзам от Герлен долго не держались. Как-то они, вы знаете, постепенно-постепенно с губ исчезали. Девочки, если вы слышите какие-то звуки, то это у меня кошечка вот сидит под дверью и привлекает мое внимание, чтобы я ей дверь открыла. Но так как я снимаю дверь, я ей сейчас не буду открывать. То есть ей, она не хотела никуда выходить, но как только я села снимать, естественно, ей сразу вот понадобилось выйти. Поэтому не обращайте внимания, если вы какие-то звуки слышите. А блеск у меня, получается, тоже переходит в пустышки. Девочки, кто мне очень часто под роликами пишет, что же вы пользуетесь бюджетом и все скупаете, а люкс у вас тухнет, лежит? Вот, ничего не тухнет, все используется, что-то заканчивается. И в целом у меня на самом деле люкс-то очень мало. Я им пользуюсь в течение года. И последнее средство для губ в этом проекте. Это у нас помада от Too Faced. Она тоже шла в наборе. То есть у меня был набор, там была палетка теней, подводка, тушь для ресниц. Вот это помады. И как-то набор тогда очень выгодно выходил. Даже, мне кажется, дешевле, чем если бы я отдельно палетку теней покупала. И вот эта помада тоже я вам на фото покажу. Мне кажется, я здесь делала отметку, но она, видимо, стерлась. Ну, эту помаду я не закончила. Даже не знаю, почему. Я такие оттенки использую, когда делаю макияж в теплой гамме. Ну, вот, видимо, чаще пользовалась какими-то другими помадами. Я вам уже показывала. У меня есть помада от Reflame от Faberlic, которую тоже я очень люблю использовать. Здесь, конечно, уменьшилась помада. Ну, как вы видите, еще осталось немало. Ну, мне кажется, вы знаете, она такая, ну, если можно так выразиться, более плотно спрессованная. То есть она не так быстро расходуется, как, допустим, вот были помады с такой более таяшей текстурой. Красивая помада, хотя это не самый мой любимый оттенок. Ну, и, конечно, больше всего мне, опять-таки, здесь нравится дизайн упаковки. Так, это мы в эту сторону вставим. Дальше мы уже переходим с вами к средствам для лица. Начнем с метеоритов. Тоже я вставлю картинку, хотя мне кажется, по картинке сложно там что-то понять. Брала я метеориты из основной коллекции. Мне кажется, они у нас и сейчас продаются. Только вот, ну, цена так значительно подросла. У меня они вот в таком оттеночке. Ну, это самый светлый оттенок. Я на себе эффект вижу. Мне нравится результат. Мне нравится аромат. Мне нравится сама эстетика. Все вот эти баночки, шарики. Ой, ну вот открываю и прям, знаете, сразу вот для меня очень этот аромат приятен. Я, кстати, девочки, очень по поводу метеоритов расстроилась. Представляете, Герлен, он пару лет метеориты не выпускал. И как-то я расслабилась, подумала, ну, не выпускает и не отслеживала. И тут я узнала, что в этом году Герлен выпустил рождественскую лимитку метеоритов в такой красивой баночке. Вот в таком же оттенке, как у меня вот эти метеориты. Ну, и так как я поздно узнала, я написала Байером в декабре и уже нигде не было. Мне девочки написали, что да, они заказывали. Вот если бы вы в ноябре написали, мы могли бы вам заказать. А сейчас их уже нигде нету. То есть я и в Корею писала, и девочкам, которые из Европы и Америки заказывают. У меня нету этой лимиточки последней, представляете? А мне так хотелось ее. А здесь вот, если вы видите, ну, вам, наверное, не видно, но на самом деле здесь уменьшилось количество шариков. И вот видите, многие шарики, они такие вот затертые, все меньше и меньше по размеру они становятся, и потом как вот в пыль такую превращаются. Я сама вижу, что стало их значительно меньше. Но я не тороплюсь метеориты закончить. Мне, как я уже сказала, они подходят, они мне очень нравятся. Но я, кстати, видела много роликов. Ну, вот за все время, что я там ролики смотрю, что действительно у девочек прям целые баночки метеоритов заканчивались в ноль просто. И лимитки, и не лимитки. Так. Дальше мы с вами посмотрим на хайлайтеры. Как вы знаете, у меня это миниатюрка от Бека. Опять-таки здесь, конечно, меня дизайн упаковки привлек. Я помню, когда я их первый раз увидела. По-моему, я была в Золотом Яблоке. Я тогда еще особо в брендах не разбиралась. Даже не знала, что это за бренд такой. Я просто вот увидела. Но там не миниатюрка была на стенде, а, по-моему, большого формата. И меня настолько заворажил этот дизайн. Но на тот момент для меня это было дорого. Поэтому я не купила. Но как бы тогда в памяти у меня зафиксировалось. Эта миниатюрка, мне кажется, у меня в наборе была. Сейчас этой марки нет, насколько я знаю. Вроде как они со Smashbox объединились. Но я так поняла, все-таки не выпускают они ничего. И на начало проекта у меня здесь была такая ямка не очень большая. И, как вы видите, у меня появилась донышко. Я использую только как хайлайтер. Я также даже, может, чаще использую в качестве теней этот хайлайтер. Вот где ямка была на кисть постоянно набирала. И вот видите, донышко. Ну, вы знаете, у меня хайлайтеров много. Чаще я пользовалась даже, наверное, бюджетными хайлайтерами. И поэтому вот небольшие здесь результаты. Если учесть, что это миниатюрка. Что тут небольшой объем. И уже не первый год в моей коллекции этот хайлайтер. То есть, по идее, он мог бы давно уже закончиться. Но нет. Так. Оттенок красивый. Дальше я вам покажу. У нас идут румяна от Givenchy. Упаковка заляпывается. Ну, так вот, видите, хорошая упаковка. Ничего пока не отвалилось. Я помню, их приобретала в L'Etoile. По-моему, у них был горящий срок годности. Стоили они как-то совсем бюджетно. Ну, вы знаете, я у сухих средств на сроки годности не смотрю. Крышка здесь полностью не откидывается. Вы знаете, здесь особо никаких результатов нет. Честно говоря, я ими пользовалась нечасто. Почему-то я больше пользовалась бюджетными румянами. У меня за этот год несколько румян закончилось. Вы потом их увидите в пустышках декоративки за год. Плюс, вы знаете, у меня есть бюджетные румяна, в которых донышки такие хорошие появились. Ну, а здесь, если присмотреться, ну, может, вот немножко верхушечки стесались. Так, давайте я покажу оттенок. Ну, когда на лицо переношу я эти румяна, то получается больше оттенок в тёплой гамме. То есть, вот больше вот так персиковый проявляется оттенок. Ну, и последнее, что было в моём проекте, это палетка ретроградной Меркурии от Huda Beauty. Опять-таки, прикреплю фотографию, как тени выглядели на начало проекта. Были они уже неплохо, скажем так, использованы. И давайте смотреть на результаты. Так, сейчас я зеркало закрою. И вот такие у меня результаты. При том, что пользовалась я, конечно же, не каждый день. Теней у меня много. Мне кажется, я даже больше на какие-то бюджетные добивашки делала упор. Ну, плюс новинки я всё равно пробую. Вот это у меня розовый оттенок полностью закончился. Это фиолетовый, голубой оттеночек. Здесь вот, ну, практически закончился. Здесь я до донышка дошла. Так, донышко. Тут ямка глубокая. Донышко большое. Так, вот здесь белый матовый оттенок был, закончился. Здесь донышко больше стало. Вот этот оттенок, я его для затемнения использовала, практически закончился. Здесь ямка, не знаю, видно или нет. Здесь до донышка дошла. Ну, здесь практически нет результатов. Вот здесь ямка, кстати, тоже неплохая. Ну, и вот здесь, я думаю, вам видны ямки. Ну, вы знаете, что я заметила? Что я, честно говоря, не помню, у меня два или три года этой палетки. Что здесь тени, вот, стали более сухими, более сыпучими. Ну, то есть, вот, сатиновые оттенки, как будто бы, стали менее кремовыми. А матовые оттенки, они какие-то стали более сыпучие. То есть, вот, при наборе на кисти, переносе, я заметила, что они стали пылить. При этом тени не испортились, ни аромат тут ничего не поменялось. Макияжи красивые выходят. И, вы знаете, мне кажется, если я и дальше у меня будет рука тянуться, я буду делать макияжи, то, возможно, возможно, за следующий год эта палетка полностью у меня закончится. Я думала, что я в этом месяце сниму ролик моей тени, вот, самой затертой до дыр. Но, к сожалению, не успеваю, потому что мне надо, мне кажется, еще роликов шесть отснять до Нового года, которые более приоритетные. Но я думаю, что я постараюсь, постараюсь, если вот не будет никаких непредвиденных обстоятельств, снять подобный ролик в январе. И мне самой потом будет в конце года интересно посмотреть, смогла ли я что-то вот из этих самых затертых до дыр палеток что-то закончить. Потому что, мне кажется, если я некоторыми палетками продолжу активно пользоваться, если будет также тянуться рука, то, мне кажется, у меня, ну, вот, в следующем году даже несколько палеток не самого маленького размера могут закончиться полностью. Насчет проекта меня спрашивали, девочки, я не уверена, что я буду новый проект вести, потому что, ну, не совсем это мое, вот, знаете, что-то там отмерять, рисовать, какие-то делать замеры, вставлять вот эти все фотографии, картинки. У меня, если вот я знаю, что что-то я, да, могу доиспользовать, вот я вижу, например, большое донышко, или что помада чуть-чуть осталась, и у меня прям, можно сказать, какой-то, знаете, вот автоматически включается азарт доиспользовать до конца. И у меня без всяких проектов тянется рука, я прям могу вот чуть ли не на постоянной основе пользоваться, и я и без проекта, ну, вот, постепенно какую-то часть косметики заканчиваю. Я, конечно, не знаю, возможно, будет вдохновение, и действительно, я новый проект начну, но вряд ли это будет люксовый проект, потому что, ну, как я уже сказала, не так много у меня люкса, и я им пользуюсь, я просто редко беру в косметички, потому что, ну, не хочу я на сводче все это затирать. Я, может, на неделе, да, один раз воспользуюсь, и буду из-за этого, вот, например, целую палетку каждую неделю сводчить. У меня есть настроение, я беру, пользуюсь. Там нет, тянется рука к бюджету, всю неделю бюджетом, значит, пользуюсь. Ну, вот такие у меня результаты. Все вам показала, рассказала, напишите, как вам мои результаты. Я же буду с вами прощаться. Всем огромное спасибо за внимание, за ваши добрые комментарии, вашу поддержку, ваши лайки. Особая благодарность всем, кто смотрит мои ролики на Дзен. Туда я, кстати, раньше ролики выкладываю, чем на Ютуб. Всем прекрасного настроения и выходных, и до новых встреч, до новых видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok